Всем привет! И в этом уроке мы с вами построим проектируемый рельеф. Это третье задание. Так, образец графики. Вот примерно так будет выглядеть выполненное задание. То есть вы видите, что на чертеже у нас появились красные горизонтали. Начнем. Для этого нам понадобится таблица. Та же самая, только с регулировки уклонов мы переходим на расстояние красных горизонталей. Между красными горизонталями. Шаг горизонтали у нас 10 сантиметров. Расчет ведется между отметками, высотными отметками. Мы с вами рассчитаем горизонтали между точками перелома 8, 9, 10 и 13 и 18. Начнем с 8 точки. И какие же данные нам нужно ввести в таблицу. Для того, чтобы получить расстояние между красными горизонталями, нам нужно указать высотную отметку. Точка выше. Выше у нас 8. И мы указываем на красную отметку. На черные отметки мы уже не смотрим. Они нам больше будут не нужны. То есть мы работаем только с проектными, только с красными отметками, потому что мы строим с вами проектируемый рельеф. Соответственно. И строим мы его по проектируемым отметкам. Отлично разобрались с логикой. 32, 53. Первая отметка. И 32, 26. Вторая отметка. Расстояние между ними, как мы помним, указано под стрелочкой с уклоном. И оно равно 54,30. Соответственно, расстояние между красными горизонталями 40. 40 миллиметров. 40. Как его построить? Мы берем линию и делаем примерно то же самое, что мы делали при интерполяции высотных отметок. Это строим размерную линию. При помощи клавиши shift. Хорошо, пусть она будет зеленого цвета. Чуть толще. Такой. Такой. Да. Вот. И указываем ее длину. 40, 22. Для того, чтобы разобраться с горизонталями, еще можно примерно прикинуть, сколько у нас десяток горизонталей проходит между точками. С отметкой, то есть восьмая точка с отметкой 32,53. Здесь уклон в эту сторону, значит, идут горизонтали на понижение. Идут горизонтали только десятые. То есть на три сантиметра ниже где-то проходит пятидесятая горизонталь, сороковая, тридцатая, двадцатая. Проходит уже где-то здесь. То есть нам нужно построить здесь три горизонтали, уместить в этом интервале между восьмой и девятой. Важно еще учитывать, откуда откладывать. То есть у нас, как вы видите, в данном случае самое интересное, что все обе точки, обе высотные отметки не кратны пяти и не кратны нулю. То есть через них горизонтали не проходят ближе к пяти, а двадцать шесть. То есть если мы делим нашу горизонталь, а мы знаем, что вот она ровно десять сантиметров, если мы в профиле будем чертить, перепад составляет десять сантиметров в таком случае. И здесь по серединке, соответственно, пять, если меня не изменяет моя математика. Вот, поэтому мы берем ее и где-то в районе серединки прикрепляем к точке перелома. Так, узел. Соответственно, приравнивая к двадцати пяти один сантиметр, это погрешность. И, в принципе, я лично допускаю только погрешность. Далее. Проводим перпендикуляр, горизонталь, будущую нашу. Ой. Желательно, чтобы она не касалась выделенного объекта, иначе она привяжется к этой горизонтали. Ну, поскольку у нас условно все проектные отметки и тому подобное красного цвета, то пусть у нас и горизонтали проектные тоже будут красными, для того, чтобы нам лучше понимать, что мы делаем. Так. Пусть как-то так. Так, отложили. Одну горизонталь мы построили. Далее. От этой горизонтали половинчатой откладываем уже целый отрезок и снова устроим. Для того, чтобы произвести параллельный перенос линии или какого-либо объекта, мы зажимаем клавишу control. Вот, можем как-то ее там... Вот, в данном случае у меня control не нажата, и она свободно перемещается, а в данном случае она двигается только по параллельной траектории. Вот, поэтому привязываем к узлу. Главное привязать ее к узлу именно отрезка. Да. И дальше, если у нас, скажем так, много таких горизонталей, и без отрезка мы хотим это все сделать, то просто мы выделяем обе горизонтальки и копируем и двигаем ее вперед. Вот так. Здесь лишнее удаляем. И если нам нужно дальше по этому проезду простраивать горизонтали, выделяем три уже горизонтали, и также двигаем вперед. Таким образом мы на одинаковое расстояние проложим все наши горизонтали и не ошибемся. Так. Ну, здесь мы отложили, то есть это у нас будет тридцатая. Ну, подписывать лучше пока сбоку, внизу или наверху, ну, где-то сбоку. Будет сороковая. И пятидесятая. Переходим к следующему отрезку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Очень прошу записывать целые горизонтали нулевые. Цельком. Не ноль-ноль, а именно целиком. Тридцать четыре ноль-ноль. Это нужно для того, чтобы нам было проще соединять субтитров А.Кулакова Когда у нас случился непорядок и нам нужно горизонтальными прийти к отметке 32.02. Соответственно, здесь должна быть первая на повышение горизонтали десятая, а у нас тут пятидесятая. И нам нужно еще волшебным образом добавить десятую, двадцатую, тридцатую и сороковую. При этом их нужно уместить до точки с отметкой 32.02. С чем связан такой казус или такая ошибка? С тем, что либо чертеж не совсем точно приведен в масштаб, что влияет на данные по расстоянию, которые мы измеряем. То есть на самом деле не восемь, десять, три, двадцать, пять. Другое тут расстояние. Либо интерполяция. Не совсем точная, не совсем верная. Где-то мы пленились. Сейчас получили такой парадокс. Но это все поправимо. мы берем и вручную сдвигаем все горизонтали по данному отрезку. 0,2. Десятая. значит, где-то восемь частей здесь должно быть между отметкой и последней десятой горизонталью. Вот, теперь они все уместились и соответственно переподписываем. Далее. По продольному уклону горизонтали мы простроили. А вот поперечный уклон мы пока не учитываем. А поперечный уклон уклон важен тем, что как показано на рисунке 6 в практикуме, чтобы дорога с оси вода с оси дороги стекала к лотку. Визуально это показано, например, вот здесь. У нас есть магистрали, крупные проезды они обычно делаются двухскатными. То есть у нас ручьи после дождя текут по обоим лоткам проезжей части ну или краям проезжей части которые должны оформляться лотками для поверхностного стекала. Но бюджета на это не хватает. Ну не суть. Односкатными обычно делаются так тротуары до 5 метров шириной либо в одну сторону либо в другую. Но лучше от подпорных стенок хотя по усмотрению по вашему усмотрению вы сами вправе решать куда лучше делать скат. Ну конечно, если у вас здесь проезжая часть то логичнее делать его в сторону проезжей части. Какой здесь принцип работает? Принцип такой, что вода всегда течет перпендикулярно проектным горизонталям. Всегда перпендикулярно. Соответственно для того, чтобы развернуть наши стрелочки нам нужно просто горизонтали красные вытянуть по оси проезжей части. И если у нас тротуар то опять вода стекает перпендикулярно вдоль направления уклона перпендикулярно горизонтали и она стекает структуара на проезжую часть. Покажу как рассчитывается длина стрелочки. Переходим на следующий лист поперечные уклоны и начнем наверное с 8.9 8.9 Поперечный уклон мы берем 0.02 опять же он написан в практику указано почему именно 0.02 нужно измерить ширину проезда для этого достаточно выделить заготовку горизонтали 16.84 8 метров получается ширина проезда данного продольный уклон также мы уже указываем 0.05 и расстояние от оси до лотка то есть здесь уже формула есть берем новую размерную линию она у нас будет обозначать длину стрелочки да чтобы чертить линии строго горизонтально или строго вертикально а не вот так нажимаем знаменитую и во всех программах однозначную клавишу shift и получаем что у нас вертикальная либо горизонтальная либо четко под 45 она еще будет по 30 может быть и под 60 то есть она меняет вот такие направления более четкие сейчас я свободно двигаю сейчас с нажатой клавиши так объяснила чем меньше продольный уклон тем больше будет расстояние тем больше будет длина стрелочки вот такая зависимость но сейчас сами все увидите что это вы Итак, решение перекрестков и соединение горизонталей на разных поверхностях. Насколько мы помним из первого урока, у нас есть три поверхности. Самая низкая это проезды, следующие газоны, следующие тротуары. Начнем с перекрестков. У вас есть практику, где есть типовые решения ваших перекрестков. Вот это решение с ливневкой, его нет ни в одном варианте, оно слишком простое для вас. Архитекторы такими глупостями не занимаются, поэтому вам нужно решать как-то более интересно, применяя все другие варианты. Так вот, при завершении расчетов проезжей части у вас создается вот такая картина. Что на перекрестках в принципе создает некий кретинизм с горизонталями. То есть 60-я горизонталь вот у нас хорошо завершилась, а 50-я что с ней делать, как она, что она. Дело в том, что есть один принцип, что по бордюру или по поребрику, кому как удобнее, кто-то из вас питерцы, кто-то москвичи, считать... То есть горизонтали должны проходить поочередно, одна за другой, одна за другой. И в принципе так и проверяется вертикальная планировка. 90-я, 80-я, 70-я, по этому поребрику посмотрим, 60-я, ну вот она у меня под подпись не совсем влезла, и 40-я. То есть вот после поворота мы видим, что у нас после 60-й внезапно встречалась 40-я. Ну дальше 30-я, вроде все по порядку. Ну, соответственно, раз здесь 60-я, а потом 40-я, здесь не хватает 50-й. И мы очень просто берем и пристыковываем ее где-то посерединке. Почему посерединке? Потому что нам нужно вот этот отрезок поделить где-то пополам, чтобы не было каких-то резких перепадов. Здесь тоже та же самая ситуация. 60-я, два раза там была 50-я, но мы уже вычислили, что она сюда ушла. И, соответственно, где-то здесь она опять же выйдет. Что касается такого интересного вопроса, когда есть проезд, но непонятно, как строить здесь горизонтали. Расскажу. Строить их довольно-таки сложно, потому что считать тут нечего, недостаточно данных. Поэтому нам придется немножко сочинять и взять эти горизонтали. с предыдущего проезда, который находится примерно под таким же углом, как и неизвестный проезд. Теперь приходим к соединению горизонтали. Тоже очень увлекательный процесс. Вот тут 60-я мы уже подружили. Дальше 50-я. Вот теперь у нас есть поверхность газона и поверхность тротуара. То есть сейчас у нас все пока в поверхности проездов решено. В профиле наша решаемая задача выглядит так. Поверхность газона превышает поверхность асфальта на 10 сантиметров. Это одна горизонталь, если вы помните, шаг горизонтали 10 сантиметров в проектных. И поверхность тротуара превышает поверхность проезда на 15 сантиметров. Это полторы горизонтали. Сначала мы обозначим все тротуары и поднимем наши горизонтали на уровень тротуаров. Затем опустим на уровень газона. Запомнили? Теперь как это делать? Здесь у нас есть проезд. И если мы посмотрим по генплану тротуар. Здесь у нас уже есть вершина. Соответственно, для того, чтобы нам с поверхности проезда поднять на 15 сантиметров наш тротуар, на плане нам необходимо на полторы горизонтали подвинуть нашу 80-ю горизонталь вперед по направлению уклона. То есть так, чтобы наша горизонталь оказалась в диапазоне посередине между 70-й и 60-й. И так, когда вы весь рельеф простроили, все горизонтали соединили, подняли на уровень тротуара, осталось только опустить на уровень газона, но перед этим я объясню, как можно решить двумя способами эту территорию. Первый способ посложнее, второй попроще. Вот первый способ это создание откоса. У нас здесь есть пешеходная дорожка. И до нее мы можем разгрузить наши часто проходящие красные горизонтали, потому что здесь получается такой склон, создав откос. Вот примерная заготовка. Как он выглядит? Выглядит он вот так. Откос — это искусственно созданная насыпь для решения очень крутых склонов. Вот. Ну, у нас он будет носить не в предельно допустимых, а больше декоративный характер, чтобы земля не затекала на пешеходную дорожку. Продолжение следует... И в Quincyex будет в том, что мы не получили это первый вариант решения второй вариант решения второй вариант немного попроще это создание подпорной стенки довольно таки часто встречаем элемент в городском благоустройстве ну выглядит она вот как-то так декоративная если на плане она обозначается просто жирной проектируемой линии опять же она у нас будет переменной высоты тротуар будет у нас выше то есть проезд у нас будет выше газон он будет ниже и тротуар здесь будет на 15 сантиметров выше проезда и если мы видим то можно сказать что 90 горизонталь вот 10 10 горизонталь она здесь на уровне пешеходной дорожки вышла на пешеходную дорожку вот она у нас идет вдоль поребрика и она на 15 сантиметров выше проезжей части потому что по проезду здесь будет отметка 95 32 95 по тротуару вот этот компьютер . будет с отметкой 33 10 то есть свою задачу мы решили ну вот почти полметра у нас подпорная стенка то есть разница между высотная проектной высотной отметкой по тротуару и проектной высотной отметкой по газону почти 50 сантиметров ну что в принципе может походить вот что-то такое только если наоборот зелень будет в нижней части а пешеходы в верхней части далее у нас есть козоны и нужно опустить согласно профилю опустить горизонтали на плоскость козона то есть опустить их на пол горизонталь к пять сантиметров это половина 10 и на пол горизонтали сдвинуть их против направления уклона то есть если мы поднимали тротуар относительно проезжей части двигали вперед по направлению уклона все то сейчас нам нужно опустить газон на свою плоскость у нас начинает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...